МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Чернюк. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Почему без зрителей? Это все пандемия. Да, конечно же. Ковидный след нас преследует очень долгое время. Это уже не первый год длится. Но мы все прекрасно понимаем, что спорт не должен стоять на месте. И поэтому вынуждены ковидный регламент примерить на себя и, соответственно, проводить так, как нам диктуют общие условия. И, конечно же, без зрителей. Ни в коем случае нельзя. У вас в группе в социальных сетях написано, что Салаирская тайга. А где это конкретно? Это будет село Тягун. Непосредственно близ этого села. И будет проходить вся гонка. Трассы будут большие, обширные, порядка 100 километров. Таежной дороги. Старой, лесовозной, новой, болотистой, всевозможной. Это будет как раз проходить 15, 16, 17 числа. То есть там просек, а там все-таки дорога какая-то есть. Ну, местами вообще ее нет, практически. Но при постановке трассы мы обязаны проехать всю, полностью, все спецучастки. И за нами должен остаться след. Мы должны убедиться, что это все проходимо на какой-то либо из видов техники. Соответственно, в любом случае направление есть. Но и трек есть, и участников. Они ведут навигатор, где они должны четко проехать. Какую точку они должны собрать, какой трек, где они должны проехать. И не отклоняться от него. Сколько участников и откуда они приехали? Ожидаем от 30 до 40 спортивных автомобилей. Это будет у нас вся Сибирь. Это и Томская область, и Новосибирская область, Кемеровская, Республика Алтай, Алтайский край, соответственно. Поэтому вся Сибирь мы ждем всех абсолютно, поскольку это мероприятие носит официальный статус чемпионата Сибирского федерального округа по отруферейдам. Ну, раз официальный статус, значит, жесткие техрегламенты. Какие требования предъявляются к автомобилям и на какие классы они делятся? Регламент действительно жесткий. Он более чем на 40 листах написан. Начиная от самых простых каких-то вещей, заканчивая уже сложными тонкостями. Где какой болт, какие пластины, какой тлащиной. Ваш автомобиль, насколько я понимаю. Да, он построен абсолютно по всем требованиям. Это автомобиль класса ТР-1. Это самая минимальная подготовка, которая возможна в данный момент. Тем не менее, здесь есть и каркас безопасности, и шнурки. В обязательном порядке. Вся машина, вся постройка автомобилей и вообще в целом всех соревнований начинается слово безопасность. Если это безопасно, то это жизнеспособно идет дальше. Если это небезопасно, тогда мы начинаем делать, чтобы это было безопасно. Соответственно, с каркаса безопасности начинается вообще постройка. В принципе, он тоже носит огромное количество всяких доработок, огромное количество жестких условий, требований. Специальная труба бесшовная, холодно тянутая, определенной толщины, диаметра. При гибе должно соблюдаться условие не более стольки-то процентов на изломе. Очень много всего. Это комиссия проверяет автомобили? Да, конечно же, есть техкомиссар, который проверяет на соревнованиях, он имеет право проверить все, что угодно, и написать предписание этому или иному автомобилю, если он не подходит по тем или иным, опять же, причинам для этих соревнований. А были случаи, что участники применяли какие-то запрещенные технические решения? Конечно же, это сплошь и рядом, причем не обязательно, что участники это применяют в корыстных целях. Бывает просто элементарное незнание, бывает элементарная недоработка какая-то. А бывает, кто-то применяет специально, да, действительно, это касается не только нашей дисциплины. У нас многие дисциплины развиваются, у нас и ДРЭК, и Автокросс развиваются. Там тоже свои техрегламенты, и вплоть до вскрытия двигателей, замеров, диаметров всевозможных и так далее. Вот буквально на последних соревнованиях был прецедент на Автокроссе, по дросселю, тоже были вопросы огромные. Продолжая тему техрегламента, когда уровень соревнований профессиональный повышается, есть всегда риск, что будут решать только бюджеты. У кого-то есть на постройку автомобиля только миллион рублей, а у кого-то 10 миллионов. Как сделать так, чтобы они были в равных условиях, эти люди? Безусловно, финансы вносят свои коррективы, и от этого никуда мы не можем убежать. Есть доступные автомобили, доступные запчасти, есть менее доступные, но, скажем, более проходимые, с большим запасом прочности, скажем так. Но техрегламент, он настроен на две основных цели. Первая – это безопасность, как я уже сказал. И вторая – это уравнивание шансов участников, чтобы автомобили были примерно в одной плоскости, в одном срезе, и участники изначально начинали двигаться на одних условиях. Конечно, все равно будут плюс-минус разные, но задача регламента – их уравнять, и чтобы участники боролись за счет штурмана и пилота, нежели за счет автомобиля. Так что здесь кто во что гораздо. Каждый изначально себе выбирает автомобиль для постройки сам и делает ставку на просвет, на двигатель, еще на что-либо. Здесь уже, что касается силы мысли, мышления, инжиниринга и всего остального, это все в совокупе уже и получается результат на гонке. Мы перед этим интервью немного говорили о том, что в принципе сами трофи-рейды в Алтайском крае серьезно изменились за буквально несколько даже минувших лет. Что поменялось в соревнованиях, в требованиях к ним и вообще в самом процессе? Безусловно, мы когда начинали трофи-рейды, это был 2006 год, мне не изменяет память. Это были любительские соревнования, когда мы выезжали на обычных машинах, брали один навигатор на четыре экипажа. Мы ехали пожарить шашлыки. Да, смотрели, абсолютно верно. То есть это были те люди, те энтузиасты, которые ехали на рыбалку не только ради рыбы, а еще и доехать на рыбалку. И люди понимали, что они получают удовольствие, эмоцию, одну из эмоций, не только от рыбалки, а еще и от езды до нее туда и обратно, потому что дорога, как обычно, плохая. Соответственно, пришла мысль сделать, а давайте мы просто поедем, не на рыбалку, а просто мы скатаемся. Удочки не будем брать. Так скажем, природа происхождения ясна у этой дисциплины. Соответственно, мы ехали, месили грязь, смотрели. Я еще был совсем небольшого роста. Взрослые дядьки, которые месили грязь, им это нравилось, это прохождение, это усовершенство автомобилей. Но тогда усовершенствование было очень простое, это колесики побольше, подвеску повыше. Лифтонуть. Вот, собственно говоря, и все улучшения. Дальше больше. Начали проводить соревнования, начали проводить серьезные соревнования. 5, 7, 10, 20, 30, 50 участников набралось. И когда мы подошли, скажем так, к тому, что называется основа спорта, то есть нужно было дальше лезть, по сути, в гору спортивную, мы понимали, что мы не можем ставить более сложные трассы, потому что мы не можем достичь безопасности на гонке. Соответственно, нужно строить автомобили, нужно делать каркасы безопасности, нужно одевать шлема. Я, кстати, в первом райском крае, кто ввел обязательно условия, шлем. Хотя он должен быть, по сути-то, везде. И четырехточечными ремнями вы пользуетесь? Четырехточечные ремни, конечно же, тоже стоят обязательно. Это, скажем так, невозможно ездить с обычным ремнем безопасности, тебя просто из машины вытряхивает. Если ты не пристегнулся или ты прослабленный, уже некомфортно ехать. То есть ремень застегивается до такой степени, чтобы тебе дышать было сложно. Просто зафиксировался. У тебя двигалась периферия, руки, ноги, все, более ничего. Ты должен четко дотягиваться до всех рычагов. Трофе пошли скоростные. Мы раньше привыкли ставить точки в болото, ты доехал до точки, кое-как, скорость никакая. Ледко и притягивались к дереву. Абсолютно верно. Когда мы перешли на более спортивный лад, скажем так, то более профессиональный уровень, он добавил сразу же скорости, он добавил пробегов, он добавил мощности в моторах и всего остального. Когда мы получаем скорость, мы должны изначально сделать, чтобы все было безопасно. И когда мы уже пододвинулись к этому, это последние буквально несколько лет, это не так давно все получилось у нас, то мы стали немножечко по-другому смотреть на вообще происходящее в целом. И каждый организатор, каждый участник начинает думать со стороны безопасности. То есть нужно проехать все точки и как можно быстрее. Абсолютно верно. Если раньше у нас было свободное ориентирование, это тоже имеет место быть на самом деле, это интересное мероприятие, то теперь это все-таки линейная гонка. Ты обязан проехать всю трассу, ты обязан проехать все точки, у тебя есть четкий трек, ты не имеешь права от него отклониться принципиально, где-то срезать, ты должен его проехать. Но для того, чтобы убедиться, что ты его проехал, есть некое количество точек, которые теперь не стоят в болотах, которые теперь не стоят глубоко под землей, не спрятаны. Они стоят четко на дереве, продублированы на нескольких деревьях, на сухом, подъехали, вот как на этой тумбочке, взяли точку, уехали дальше. Это только для того, чтобы убедиться, что экипаж был на этом участке. Но сложна сама дорога. Сама дорога. Добраться от точки до точки – проблема. Вот этот чемпионат Сибирского федерального округа, насколько я понимаю, в этом сезоне последнее спортивное мероприятие. Что дальше? Будет ли что-то зимой или уже в следующем сезоне? Дальше все по накатной схеме. Дальше мы подаем новый график на 2022 год. Обсуждаем внутри федерации свои планы, проводим общее собрание и движемся дальше. Ну что ж, Александр, время наше подходит к концу. Благодарю вас за интересную беседу, желаем вам успехов. А с нашими телезрителями мы прощаемся. До встречи в эфире телеканала Катунь-24. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok